Помимо вот этих всех безумных трат, подлых трат и непонятных трат, у нас есть еще затраты на нравственность, за которые очень серьезно взялись. И надо сказать, в этом есть успехи деле, потому что действительно они потихонечку начинают шевелиться и оживают вот эти нравственные основы земли русской, вот эти вот настоящие традиционные ценности. Вот с Сергиями всегда у нас все в порядке, но все знали Сергия Среднеуральского, а сейчас есть еще и протеерей Сергий, настоятель собора из Чамзинского района. Это еще более православная, благостная и живописная. Это из Мордовии, если я правильно понимаю. Еще более живописная фигура, благоречивый, окладистый, ласковый, 12 детей шестеро своих, шестеро приемных. И вот его детям сейчас надо помочь, потому что его дети сейчас в эту минуту штурмуют дом своего отца, чтобы забрать своих маленьких сестер, спасая их от побоев и издевательств. Они уже легко найдете это в интернете, там надо максимально постить. Сергий Смоляков, если что. Сергий Смоляков. Там действительно детей, мало того, что пытали, приковывали к стационарно вделанным в стены цепям и кандалам. А вот ребенка, который случайно отгрыз от колбасы протеерея кусочек, заточили в подвал на три дня без еды, без воды. И дело не в этом. Дело в том, что, ну, там маленькая девчонка, пять или шесть лет, никакого ей не дали с собой горшочкой. Она наделала в углу маленькую кучу, спустился протеерей и заставил девочку эту кучу съесть. Все ахают, да? И все, вот когда факт прорезался, вот так вот, об этом написаны все заявления. Дети подали на своих родителей на протеерея и на попадью заявление в полицию. Насколько я знаю, его все-таки из этого, как это сказать, сняли с этого прихода, если я правильно понимаю. Ну, этих подробностей не знаю. Знаю только, что он фанатичный православный. И вот вспомни, я когда еще года два или три на эхе рассказывал, что на самом деле вот такого рода издевательство с поедением – это стандартная монастырская практика. Он ведь ничего не изобрел. Тогда мне никто не поверил и решил, что я, вероятно, по своему обыкновению сгущаю краски. А вообще, это было принято и в XVIII веке, и в XVII. Таким образом воспитывалось и благочестие, и смирение в людях. И таким образом можно было удовлетворить собственную страсть поиздеваться. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...